Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня готовим печи на рубленую вареную колбасу по книге Абрама Конникова 1938 года «Колбаса и мясокопчености». Книга потрясающая, мы уже заканчиваем, доготавливаем практически все рецепты из нее, по крайней мере, колбас. Кто хочет получить эту книгу, в описании, пожалуйста, есть ссылка на скачивание книги. Рецепты просто потрясные. У нас на канале практически все рецепты эти воспроизведены, поэтому скачивайте книгу и готовьте вместе с нами очень вкусные, классные колбасы по советским ГОСТам, по очень строгим ГОСТам, я должен сказать. Вот. Друзья, перед тем, как начать готовить и рассказывать о колбасе, я хотел бы раскрыть несколько вопросов. Очень часто задают одни и те же вопросы в комментариях, поэтому хотел бы на них ответить. Всегда рассказывая о приготовлении колбас, я говорю о том, что мясо не должно быть свежее, оно должно быть выдержанное. Ну как не свежее? Неправильно я сказал. Не то, что не должно быть свежее, не должно быть сегодняшнее, скажем так. И вот меня спрашивают, очень многие говорят, что мясо должно быть парное для приготовления колбасы, что это правильно, а ты говоришь, что его надо выдерживать как-то. Давайте расставим точки над И. Что происходит с мясом? Парное мясо считается 2-3 часа после забоя животного. Далее, вот это мясо, именно парное, если у вас есть свои животные, которые вы их забиваете, вы можете использовать для приготовления колбас. Оно обладает потрясающими вкусовыми свойствами. В них содержится достаточное количество фосфатов для удерживания влаги внутри колбасы. У вас колбаса не получится сухая, это однозначно. И колбаса будет вкусная. Но 2-3 часа, друзья. Далее наступает процесс, который, ну, не стало будет сказано, но называется трупное окоченение. Мясо становится жестким, и этот процесс длится 3-4 дня. Вот эту вот фазу нам обязательно надо пропустить. Если готовить колбасу из такого мяса, она наверняка получится невкусной, сухой и дубовой. Далее в мясе запускаются процессы автолиза. То есть это процессы размягчения мышечной ткани в результате действия собственных ферментов. Вот это вот и есть процесс созревания. Длительность этого процесса для каждого вида мяса разная. Для курицы достаточно суток. Для свинины и баранины это 3-4 дня. Для говядины это минимум неделя. Это минимум неделя, друзья. Поэтому я настоятельно рекомендую, если вы хотите приготовить вкусную, сочную колбасу и качественную колбасу, после того, как вы покупаете мясо, но только за исключением того случая, который мы уже разобрали, если вы только что зарезали свинью и можете сразу из нее готовить колбасу, тогда флаг в руки и быстренько готовим. Если вы покупаете мясо на рынке, у фермера, в магазине, ну в магазине оно наверняка уже тоже созревшее, тут в магазине бывают обратные ситуации, мясо перезревшее. На рынке. Давайте исходить из рынка и фермеров. Вот вы покупаете мясо на рынке или у фермеров. Это мясо помещаем в холодильник при температуре 3-4 градуса, выдерживаем его минимум неделю. В контейнере, в бумаге, но естественно не в полиэтиленовом пакете. То есть возможно в пищевом контейнере, возможно в бумаге просто. Не в полиэтилене, чтобы мясо дышало. После этого мясо становится пригодным для приготовления колбасы. Второй вопрос, который мне постоянно задают, вернее пишут в комментариях, что ты травишь людей? Нитрит натрия это яд. Типа нафиг он вообще нужен в колбасе? Да не нужен, друзья, не ложите. Но не забывайте про бутулизм и сальмонеллу и стафилокоп, которые содержатся в мясе и стремительно развиваются. Бактерии, как бы они не содержатся, свежее убитое мясо, оно стерильно. Но так или иначе, бактерии попадают в мясо. И когда мясо на базаре находится на прилавке при высоких температурах, количество бактерий растет стремительно. Поэтому не хотите использовать нитрит натрия, пожалуйста. В истории были случаи массовых эпидемий бутулизма и сальмонеллеза. Собственно говоря, истории эти восходят к Древнему Риму, откуда, собственно говоря, и пошло название бутулизма от названия римской кровяной колбасы. И можно делать без нитрита натрия, можно подкрасить бурячком, и будет все классно. Давайте все-таки я попытаюсь объяснить, в чем преимущества и недостатки нитрита натрия. Самое главное преимущество использования в посолочной смеси нитрита натрия, это, конечно, антибактериальное и консервирующее свойство. И вот по поводу того, яд ли нитрит натрия. Да, нитрит, а, натрия ядовит. Для того, чтобы убить человека, нужно 23-25 миллиграмм на 1 килограмм веса человека. То есть для того, чтобы получить такое количество нитрита натрия из нитритной соли с содержанием 0,6%, надо съесть ее 4-5 килограмм. При этом, если вы съедите 250 грамм обычной поваренной соли, это уже будет для человека смертельная доза. Поэтому я думаю, что если говорить о том, что нитрит натрия яд, так в первую очередь надо перестать досаливать пищу. Далее, следующая информация. Количество нитритов, ну или нитратов практически одно и то же, на килограмм веса продукции в огурцах тепличных в 4-5 раз превышает содержание того же нитрита в колбасе, которую мы готовим. Поэтому вопрос, яд или не яд, то есть мне задают вопрос, это яд. Да, это яд, но все решает доза. Все решает доза и целесообразность. То есть если вы считаете нецелесообразным защитить себя от бактериальной болезни, пожалуйста, его можно не использовать. Но я считаю, что говорить об этом вообще совершенно бессмысленно. Но это мое мнение, друзья. Я его никому не навязываю, и если ваша религия не позволяет вам использовать приготовление колбасы нитрит натрия, пожалуйста, можно перекреститься и делать без него. Вторая, не менее важная особенность нитрита натрия, это цветообразующее. Если мы сейчас сделаем вот эту вот колбасу, вареную, ветчинорубленную колбасу, без нитрита натрия, без посолочной смеси, в которой участвует нитрит натрия, то колбаса у нас получится серо-зеленого, такого землистого цвета. Вы когда-нибудь, ну, наверняка варили обычную свинину, вот когда вы варите свинину, она становится вареная свинина серого цвета с таким зеленовато-земляным оттенком. Вот такая же точно у нас получится колбаса. Как можно обойти? Используют сок буряка. Причем в буряке содержатся те же нитраты. То есть он и подкрашивает, и дает какое-то минимальное обозараживающее действие. Но буряк дает такой земляной привкус этой колбасе, что использование, ну, я тоже считаю, совершенно нецелесообразным. Поэтому перестаньте заморачиваться, или если уж сильно заморачиваетесь, тогда надо перестать есть огурцы, помидоры, соль, ну, это как минимум. А вообще, жизнь, это болезнь, передающаяся половым путем со смертельным исходом. Ну, есть такая философия. Все вредно, а все, что вкусно и все, что классно, оно вредно в разы больше. Друзья, давайте приступим к нашей варенке. Итак, для приготовления ветчиной рубленой вареной колбасы по ГОСТу 1938 года, на 1 килограмм сырья нам понадобится 600 грамм средней жирной свинины, 400 грамм говядины первого сорта. Ну, вот такая не совсем вырезка, то есть, допустим, вы видите, такие немножко вкрапления, жировые вкрапления. То есть, не надо выбирать вырезку, там брать какие-то беточные части, обычная задняя часть. В качестве посолочной смеси мы используем смесь на 1 килограмм сырья, 9 грамм поваренной соли и 9 грамм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6%. То есть, смешиваем 9 и 9, всего 18 грамм посолочной смеси на 1 килограмм сырья. Также для посолочной смеси нам понадобится 1 грамм сахара на килограмм сырья и специи. В данном рецепте используется молотый кориандр, гранулированный чеснок и черный молотый перец. Точное количество всех ингредиентов, а также пошаговый рецепт вы найдете, естественно, в описании этого видео. Как всегда. Разные виды мяса я буду засаливать вместе в одной емкости, но обрабатывать в дальнейшем нам их надо будет по отдельности. Поэтому режем мясо так, чтобы мы смогли его легко из микроскопа потом отделить, где у нас свинина, где у нас говядина. Для этого говядину порежу мелкими кубиками. Порезал говядину кубиками. Не забываю кусочек оставить своему главному дегустатору. Она стесняется. Ты чего стесняешься? Сменину порежу. Дегустатор нарисовался. Свинину порежу вот такими вот тоненькими полосочками. Именно с той целью, чтобы потом легко при измельчении отделить. В принципе, можно солить в фарше. Но смотрите, фарш должен быть крупный. То есть, если у вас есть крупная решетка, миллиметров 15-20, или как решетка на бытовых мясорубках, которая называется клевер, с тремя продолговатыми прорезями, тогда можно мясо переработать на мясорубке. Но солим тогда в двух отдельных емкостях. Разделяем нитритную соль, потому что далее процесс обработки будет совершенно разный. Если я почему и не делаю на мясорубке, потому что мне лень с двумя емкостями заморачиваться. Мясо порезано. Приступим к засолке. Но до этого я хочу оправдаться. Мы же уже готовили ветчинорубленную колбасу, но готовили ее по ГОСТу, по-моему, 65-го года. Сегодня готовим по ГОСТу 38-го года. Немножко отличаются специи. Ну и для того, чтобы и колбаса сама по своему виду отличалась, сегодня будем готовить свино в пузыре. Вот такой вот штуки. Это будет такой круглый батончик колбасы. Очень красивый. Вы наверняка видели часто на прилавках магазинов такие вот вареные колбасы, приготовленные в свином пузыре. Если вы не хотите заморачиваться со свиным пузырем, пожалуйста, можно использовать коллагеновую оболочку диаметром от 60 до 100 мм. И можно использовать полемиолидную оболочку тоже диаметром от 60 даже до 120 мм. Она бывает. Все зависит от того, какого диаметра батон вы хотите получить. Итак, отправляем мясо в посолочную смесь. Наша задача, чтобы каждому кусочку мяса досталось нужное количество соли. Поэтому не высыпаем все сразу и тщательно перемешиваем. Я забыл про сахар. Сахар отправляем в посолочную смесь, перемешиваем и тоже его сюда. Еще раз все тщательно перемешиваем. После того, как мясо хорошенько перемешали, не оставляем его вот так вот кучей. Хорошо его уплотняем, чтобы вовнутрь кусочков мяса как можно меньше был доступ воздуха. Вот так вот. Я покажу потом, когда закончится процесс посола, почему это стоит делать. Накрываем крышкой, либо затягиваем пищевым стретчем и ставим в холодильник на засолку на 48 часов. А через 48 часов, друзья, продолжим. Через 2 дня приступим к обработке мяса. Друзья, очень важно, чтобы мясо было охлажденным. За час до его обработки мы его поместили в морозилку, чтобы оно немножко подморозилось. Видите, даже емкость запотела. В процессе всей обработки мясо будет нагреваться. Особенно это важно, если вы делаете летом, когда жарко. До набивки в оболочку температура фарша не должна подняться выше 8-9 градусов. Это критично, иначе мы получим отек. Вначале оба вида мяса перерабатываем на мясорубке. Свинину, в принципе, можно порезать мелкими кусочками, где-то 5-6 мм. Можно пропустить через мясорубку с решеткой с большими отверстиями. В данном случае у меня отверстие 20 мм. Из говядины нам надо будет приготовить эмульсию. Я чуть позже покажу, если вы еще не знаете, что это такое. Сегодня мы не используем наш большой промышленный кутер, потому что очень маленькое количество говядины. Наш кутер просто размажут его по стенкам. Поэтому будем делать на обычном кухонном комбайне. И заодно и лайфхак. Если у вас нет кутера, а у большинства, конечно, домашних колбасников нет кутера. Для того, чтобы хорошо сделать эмульсию на домашнем комбайне, надо мясо пропустить вначале через мясорубку. Причем два раза. Первый раз говядину пропускаю через мясорубку. Решетка с диаметром отверстия 6 мм. Второй раз уже готовый фарш пропустим через решетку, самую мелкую, которая у вас имеется. Если нет, то у нас тут 3 мм. Но если нету мелкой, то не беда. Главное разрушить структуру мяса, чтобы домашнему обычному комбайну было проще с ним справиться. В процессе измельчения на мясорубке мясо тоже нагревается. Поэтому, чтобы в дальнейшем в колбасе мы не получили отеки всяческие, вот этот фарш, но в данном случае оба фарша, отправим в морозилку минут на 20, чтобы он охладился перед кутированием. Далее приступим к кутированию. Нам надо получить эмульсию или эмульгировать фарш. Отправляем в измельчитель. Сюда же, друзья, добавляем ледяную воду. Ледяную в прямом смысле этого слова. Надо так, чтобы в воде плавали просто кусочки льда. Из расчета 100 мл на килограмм сырья. С учетом того, если мы готовим без фосфатов. Если готовите с фосфатами, ну, вдруг там кто-то перестраховывается, готовит с фосфатами, тогда можно количество воды увеличить до 150-180 мл. Итак, приступаем. Кутирование займет где-то около двух минут. В результате получили вот такую вот эмульсию. Это и есть эмульгированный фарш. Основа для любых вареных колбас. Вот такая вот она. Сейчас, 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 я ее извлеку. Видите, как бы она совершенно однородная. И вот такой факт, что она, ну, как сказать, пластичная стала. Наверное, пластичная. Она не прилипает к стенкам. Теперь, друзья, кстати, проверяем температуру. Если температура вдруг подходит к 8 градусам, к 8 градусам, то еще отправляем на полчаса в холодильник. Потому что при кутировании мясо сильно нагревается. Тем более, достаточно жесткая говядина. Если температура в районе 5 градусов, то можно приступить к вымешиванию. Я поместил в емкость для вымешивания эмульсию. Сюда же отправляю подмороженную свинину. И вот, друзья, по поводу вымешивания. Это очень важный технологический процесс в приготовлении любых колбас. Никогда не пренебрегайте им. Если у вас нет такого тестомеса, можно вымесить обычным ручным миксером. Я показывал это в видео, как сделать колбасу вообще без всякого оборудования. Отправляем сюда же специи. То есть, вкратце расскажу. Берете ручной миксер с насадками для вымешивания теста. И в емкости просто вымешиваете таким миксером. Я же буду использовать тестомес. Вымешивание займет где-то 3-4 минуты. То есть, вымешивать надо достаточно качественно, чтобы фарш получил полную однородность. В результате у нас должен получиться вот такой вот совершенно однородный фарш. Сейчас достану, он очень пластичный. Да что ж такое, этой лопаткой не хочет доставаться. Вот, видите, свинина, которая кусочками, она полностью вмешалась в эмульсию. Теперь, друзья, приступим к набивке. Свиной пузырь, который я вам показывал 2 дня назад, вчера мы на ночь замочили в обычной водичке, чтобы он размок, размягчился, регидратировался. И сейчас будем набивать. Переместим фарш, шприц для набивки колбас. Итак, друзья, мы замочили свиной пузырь. Вот здесь вот было вообще малюсенькое отверстие. Разрезали его по размеру цепки. Давай. Мы первый раз работаем с пузырем, поэтому, возможно, сейчас будут какие-то цепки. А, возможно, их и не будет. Потому что в синюгу... Так, может, натянешь его? В синюгу мы наполняли, а вот в пузырь... Нет. Плотно нам набираем, да? Да. 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 Какая у нас колбасня будет. Ветчина рубленая. Зато есть явное преимущество. Когда колбаса вот такая большая, шарообразная, одного кусочка колбасы хватает на весь бутерброд. Не надо там делать. Много кусочка в один отрезал, и бутерброд готов. Ларис, командуй. Давай, давай. Тут еще хватает. А у меня все по фаршу. Да, значит, добиваем. Да, сейчас добьем тот фарш, который у нас остался в цепке. Теперь, друзья, когда пузырь набит, надо его связать. Таким вот образом берем, шпагатом перевязываем. Несколько узлов. Чтобы он у нас не развязался. Кстати, в этот пузырь, то есть, говорили, что, вернее, писали, что... Упс, фиговая тоже эта веревка. Лучше использовать такую леную. Вот это купили. Купили веревку для перевязки колбас, но тоже она рвется. Да, так вот, по поводу объема пузыря. В этот пузырь у нас поместилось 1,5 килограмма сырья. Чтобы вы могли рассчитывать количество сырья на свиной пузырь. Ну все. Вот такая вот получилась ветчина рубленая. Приступим к термообработке. Перед тем, как начать термообработку, проводим ревизию на наличие воздуха. Если где-то обнаруживаем воздух, прокалываем его... Ух ты, он не хочет прокалываться. Прокалываем пузырь, чтобы воздух вышел. Чтобы у нас колбаска получилась красивой формы. Ну вот у нас воздуха практически нет. Вот еще немножко. Опа. Сразу же воздушный пузырек схлопывается под проколом. Ну вот как-то так. Первый этап тепловой обработки – отепление. Температура в духовке 45-50 градусов. Помещаем колбасу без конвекции при температуре 45-50 градусов на 50 минут, чтобы она отеплилась. Либо второй вариант. Можно ее подержать при комнатной температуре 3 часа. Но в духовке будет быстрее. Следующий этап тепловой обработки – обжарка. Устанавливаем температуру 90 градусов, включаем конвекцию. Обжаривать за счет того, что большой батон, будем 50 минут. Если у вас круглая колбаса в обычной оболочке диаметром 60 мм, то есть 6 см, тогда обжарка 25 минут. Если 90-100, тогда обжарка 35 минут. Ну за счет того, что у нас… Правильно, Ларис, да? Ну где-то там. За счет того, что у нас такой огромный батонище, будем обжаривать его в течение 50 минут. К концу обжарки, друзья, надо приготовить кулинарный щуп, который мы поместим вовнутрь батона колбасы. И противень с кипятком, который мы поставим на дно духовки для продолжения, для третьего этапа тепловой обработки, паровой варки. Далее помещаем на дно духовки противень. Ну можно не противень, можно любую емкость, в принципе. Можно сковородку без ручки. Главное, чтобы ничего не оплавилось. С кипятком. И щуп кулинарного термометра помещаем в середину батона, для того, чтобы контролировать температуру. Ларис, не видно, как ты делаешь? Сейчас. Протыкаем просто щупом батон, вот таким образом. Температуру понижаем до 80 градусов. И варим колбасу до достижения внутри батона температуры 68-69 градусов. Ну 69. Температура внутри колбаски достигла 69 градусов. У нас это заняло 2 часа 15 минут. Но не ориентируйтесь на это время, потому что батон колбасы очень большой. Извлекаем колбасу из духовки и помещаем ее в холодную воду. Чем холоднее вода, тем лучше. Надо как можно быстрее охладить батон, чтобы температура в нем не подымалась. Ведь готовили мы его при 80 градусах. Если этого не сделать, то температура может подскочить и получится отек. Охлаждаем колбасу в течение часа в холодной воде. После этого помещаем в холодильник на отдых, как минимум на сутки. А завтра будем дегустировать. На следующий день можем пробовать ветчину рубленную в свином пузыре. Я думаю, будет очень вкусно. И красиво, друзья. Ай, как красиво. Настоящая ветчина рубленная. А пахнет... Сейчас покажу вам срез. Пахнет как в детстве. Вот все-таки ГОСТы 38 года, они значительно круче, чем более ранние ГОСТы. Сочная, классная. Настоящая ветчина рубленная. Посмотрите, какой рисунок у колбасы. Это просто фантастика. Она эластичная и реально очень сочная. Вот она на разрезе видно. Видите? Видно, какая она сочная. Аж блестит. Это просто класс. Давайте попробуем. Как и все колбасы по ГОСТам 38 года, колбаса получилась просто фантастическая. Причем, ну вот хороший ветчинный запах. Я не знаю, почему ветчина же должна быть выдержанная, но у колбасы реально присутствует ветчинный запах. Не говоря уже о прекрасном рисунке. Давайте попробуем. Эх, рюмочку водочки бы сейчас. Друзья, я сейчас исправлю это. Не смог я удержаться, чтобы под дегустацию ветчина рубленной не налить себе колгановочки. Колбаса у нас сегодня будет дегустироваться в качестве закуски. Итак, друзья, экспериментируем. Ваше здоровье. Фантастика. Это просто нечто. Колбаса суперская. Странно. Этот пузырь, который был реально дубовый, его тяжело было протыкать, его практически не чувствуется. То есть он стал очень мягкий. Вот интересно, я думал, шкурка будет дубовая. Друзья, надо заканчивать. С удовольствием вам представляем рецепт ветчина рубленной колбасы по ГОСТу 38 года. Да, колбаска, заглядение и объедение. Попробуйте приготовить. И вот мне кажется, что в круглой оболочке, там 60-е, 80-е, она получится не так, как в пузыре. В пузыре получилось просто нечто. Вы видите, какая она красивая, какого она цвета, с каким рисунком. Просто фантастика. Ну, по крайней мере, мне очень нравится. И я уверен, что вам тоже понравится. Попробуйте приготовить. Вам точно понравится. Скачивайте книгу по ссылке в описании. Естественно, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. А мы с Ларисой готовим для вас новые колбасы. Всего доброго. Пока.